Друзья, я в Майами, и я для себя в совершенно новом районе, называется Болл Харбор. Это не Саус-Бич, это немного запринено вверх, и здесь очень красиво, здесь так спокойно, здесь нету этой тусовки, как на Саус-Биче, и отель здесь просто потрясающий. Мы заселились, ребята, у нас огромный трехкомнатный номер, вот эта гостиная с видом, и две комнаты. У нас вход номер один, и вход номер два. Да, это мой, и вот это вот моя комната, здесь у меня кофе, две большие кровати, и сейчас покажу вам самое классное. Просто посмотрите на эту ванну, боже. Просто как вам такая ванна. А вот еще душ. И здесь туалет. Просто какая-то огроменная ванна, я в шоке. Такая же теплая вода, ребята. После самолета сразу на пляж. Но девочки были на пляже, поэтому я в гостей-то не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мне кажется, моя любимая локация будет в этом номере, это ванна. Потому что здесь самый лучший свет, самое большое пространство. Вот, и самая удаленная комната. С видом как раз-таки на яхты, на лодки, на пляж, на мост, вообще на залив. Это невероятно очень красиво. Здесь, кстати, припарковано очень много яхт, у них там своя какая-то вечеринка. Вот, значит, причина моей поездки в Майами, ее нет. Просто у меня в Майами приехала подружка, и я поехала с ней за компанией. И мы с ней вдвоем остановились в этом номере. Он огромный, трехкомнатный. У меня своя комната с вот этой прекрасной ванной. У нее своя комната с такой же прекрасной ванной. И огромная-огромная гостиная с просто гигантским угловым балконом, который просто простирается на пол здания. Вообще весь этот этаж — это наш номер. У моей подруги у нее мембершип в этой сети отелей, поэтому ей очень часто дают номера с апгрейдом, гораздо лучшее, со скидками и прочее. То есть, конечно, вот этот номер, он стоит очень дорого. Если вот ты без какой-то истории с этим отелем, у тебя нет с ними аккаунта, и все в таком контексте. Поэтому мне повезло, и я вот в таком прекрасном номере. Мы пришли с пляжа, переоделись, и сейчас поедем на ужин. Я ничего не умела с утра, поэтому я была очень голодная. А это мой аутфит. На ужин мы едем, кстати, в Саус Бич. Собственно, то, где я обычно снимаю свои блоги, где я всегда останавливаюсь и где я жила свои 10 месяцев в ковидные годах. Тропики прекрасные наши. Любимый отель Фаян, очень красивый здесь. Я, кстати, не была здесь ночью. Ночью так красиво подсвечивает, я все время днем сюда прихожу. Оказывается, ночью тоже можно сделать фотографии. КОНЕЦ КОНЕЦ Синенький смузи со спирулиной. Доброе утро, день 2. Мы приехали. Естественно, куда? В Пуравиду. Естественно. Спирулина смузи. Какая-то очень прикольная. Правда, нынче Пуравиду уже не такая редкость, потому что ее открыли в Нью-Йорке, чему я, кстати, очень рада. Но, тем не менее, все равно мы решили позавтракать именно здесь. Сейчас мы пойдем искорить район Болл-Харбор. Очень все такое яркое, красивое. Для меня цветули. Сейчас мы идем искать квартиру Декстера, ребят. Квартира Декстера находится в Болл-Харборе, поскольку он в Бэй-Харборе. Ну, район называется Болл-Харбор, потому что именно здесь, как вы, вы, где снимали Декстера. И мы сейчас пойдем посмотрим на квартиру. Ура! Ура, Вибер. Естественно, где же еще нам быть? Больше это, правда, не такая редкость, потому что с того, как ее открыли в Нью-Йорке, в самом центре Монтентена, у меня есть возможность сходить туда чаще. Нам, кстати, дали бесплатные коины на кофе, потому что мы очень долго ждали наш локас. И вот такие они милые. Дали такие деревянные монетки. Очень прикольные, кстати, сочки. Так, ребята, ну вот, мы доехали. Это здание. Квартира только была с выходом на море. Ребят, ну что, вот это здание. Мы подборались к нему так близко, как могли. С этой стороны там квартира и вид на воду. Но с воды, естественно, не подойти, а здесь тоже гейт, закрыто все. Но, по крайней мере, да, это оно. Мы идем загорать снова. Все, кто говорит, что в Майами летом жарко, не верьте. Да нет, шучу, конечно, верьте. Можно расплавиться. Но нам повезло. Вот именно в наши дни, когда мы сейчас здесь, очень комфортная погода. Смотрите, как красиво. Красота. Кофе-глиссе по-русски. Отель, конечно, бомба. Мне самым красивым море, Моя, пришли на ужин, пришли на шропе, девочки пришли. Сзади меня фонтан, поэтому шумно. В общем-то, он красив и известен тем, что здесь куча пальм, растет прямо внутри мала. Куча фонтанов, черепашек, рыбок, всяких барбарей, ланглинг и все в таком уровне. Outfit of today. Мы пытаемся понять, радуются ли меня очки. Синенькие, кстати, церкова. Мы пытаемся понять, радуются ли меня очки. Мы пытаемся понять, радуются ли меня очки. Продолжение следует... Продолжение следует... итак ребята день номер 3 мы уже успели попасть под дождь загорать покупаться прийти в номер переодеться и сейчас я еду в свою любимую косметологу как обычно почти каждый раз я еду к сайте и после этого я встречаюсь с подружкой и с видеооператором и мы едем на творческую съемку очень кстати классная поэтому я и салит кстати едем мы в новое для меня место называется форт лоттерейл я там еще ни разу не была это на севере то есть майами бич на юге саунд бич это на севере я ни разу не была там так что я и салит я вышла от своей кати как обычно вместо предполагаемых 40 минут я провела у нее два часа но она всегда того стоило обожаю все свои процедурки glow and peeling немножко коллагена в общем все что надо для уплотнение и украшения кофе сейчас я жду подружку она должна подъехать с минуты на минуту мы потом поедем куда-нибудь кушать в очень вкусное место я надеюсь снеки перед съемкой сприска юли коса сейчас она будет да у нас главный герой нашего видео и вот наша красавица прям как таз гавайев только табло белая у нас на гавайях белая или красная была белая до белая это красная мы приехали на локацию и и и и и и и Доброе утро, ребята! Та-да! У меня последний день в Майами, и я снова на пляже. Вообще, мне не свойственно быть на пляже, от слова совсем. Когда я здесь жила, я реально на пляже была, наверное, два, максимум три раза. Но в силу того, что это новый для меня район, то здесь на самом деле даже некуда пойти, поэтому нужно все время ездить на машине. И в силу этого я на пляже. Почему бы и нет? Тем более мы в отеле, в котором пляжная первая линия, и, соответственно, все лежаки включены. Доступ к пляжу минимальный, да, вышел из отеля, и ты уже здесь. Почему бы и нет? Новый вид отдыха для меня в этот раз. В силу этого, кстати, за мной заедет подружка где-то через полтора часа, пока я здесь. Хочу немножко там подзвучать лекции. Я прохожу один курс сейчас, отдохнуть, поплавать перед отъездом. И после того, как она заедет, мы поедем, скорее всего, на Саус-Бич, потому что в этот раз я в Саус-Бич даже не успела заехать. Очень странно для себя, потому что я обычно всегда там. Хочу немного рассказать о своих наблюдениях в этот свой приезд. Мне было особенно интересно, во-первых, пожить в новом для себя районе. Во-вторых, приехать в самый жаркий месяц в августе в Майами, потому как у нас есть некие мысли о том, чтобы вернуться сюда в ноябре. И мне было интересно, как же я буду себя здесь ощущать в этот раз, в такую жару, в такую влажность, как поведут себя мои волосы, кожа там и так далее. Потому что, на самом деле, разница в климате гигантская, разница в воде просто огромная. То есть вода, которая идет из-под крана, из душа. Слушайте, какой красивый пеликан. И самое главное, после проживания в Нью-Йорке, в своем любимом районе, в своем любимом здании, как я себя почувствую здесь. То есть, может быть, мне настолько было хорошо в Нью-Йорке, что в этот раз Майами не произведет такого фурора и впечатления на меня, как он произвел в ковид. Потому что, конечно же, в ковид, когда я сюда переехала, мне нравилось все. Потому что здесь не было правил, можно делать все, что угодно. Никто не носил масок. В этот раз я приехала и подумала, вот, будет отличный такой тест-драйв в самый жаркий месяц. И вы знаете что? Я готовилась к гораздо худшему. Во-первых, я не скажу, что мне прям дико-дико жарко здесь. Хотя все мои друзья говорят, что, боже, они не выходят из дома до самого вечера. Представляете? Вода здесь действительно другая. Она сушит кожу. Я обратила внимание сразу. Она какая-то другая. И явно, честно говоря, это в минус. Но, как говорит моя подруга, к этому можно привыкнуть. Это не критично, скажем так. Я переместилась в кафе на завтрак. И мы продолжаем. Блюз Майами. Помимо того, что он меня встретил, конечно же, в хорошей погоде. Честно говоря, я не перестаю удивляться, насколько мне не надоедает Майами. Хотя многие мои знакомые друзья говорят, что здесь объективно не прям есть чем заняться. То есть, если в Нью-Йорке постоянно какие-то поп-апы, что-то происходит, больше возможностей в плане работы, то в Майами такой очень лейтбэк, такой спокойный образ жизни. Да, там есть какие-то пляжные клубы на Майами-бич. Есть какие-то рестораны, бары, ночные клубы в даунтауне Майами. Но, в общем и целом, не так сильно много чего происходит. И эта поездка была очень показательной. В частности, потому что я остановилась в таком отеле, который очень сильно удален от Саутбич. Соответственно, мне должно стать скучно. Но, в силу того, что опять же у меня есть друзья, которые забирают меня на машине, Uber здесь стоит гораздо дешевле, чем в Нью-Йорке. Плюс, если сюда переезжать с машиной, то вообще проблем не будет. У нас как раз в этой машине есть. Если мы приедем сюда на эту зиму грядущую, то мы просто поедем на машине. В общем и целом, для меня Майами такой мой дачный домик в деревне у бабушки, куда я приезжала каждое лето, 3 часа на машине и ты на даче. Вот у меня то же самое Майами. 3 часа полета и ты на даче. И, честно говоря, у меня абсолютно нет тревожности в Майами. То есть, это удивительно. Конечно, Нью-Йорк, он тебя подталкивает. Он дает тебе возможности. Он доставляет тебе что-то делать. И это очень здорово. То есть, мне нужна эта мотивация. Но, с другой стороны, когда ты вне стресса, когда тебе спокойно и хорошо, как мне, например, лично в Майами, я могу больше успеть делать. Есть такое ощущение, что здесь время замирает. И ты не чувствуешь приближающегося возраста. Люди здесь какие-то вечно надвижие. Даже те, кто уже постарше. Я вижу девушек, женщин. Они, кстати, все очень ухоженные. Многие, конечно, там на пластических операциях. И там все на свете. Но интересно за этим наблюдать, потому что люди молоды душой. Это так здорово. И да, не знаю, меня это очень заряжает позитивной энергией. Все эти пляжные пары, куда можно просто прийти, расслабиться и перенести в отпуск, но ментально никуда не выезжая. Меня это очень материально. То есть, для меня это прям двигатель. Это очень круто. Плюс, конечно же, Майами очень яркий. Если вы заметили, не знаю, по картинке, я надеюсь, что заметили, то цвета здесь настолько яркие, настолько насыщенные, гораздо насыщеннее, чем в Нью-Йорке уж. Тем более в Лос-Анджелесе. Здесь просто какое-то другое солнце, другая зелень, другого цвета океан. И честно, я бы себя видела здесь, например, в будущем, когда я бы хочу завести детей, то это, наверное, было бы просто потрясающее место, чтобы это сделать. Я бы, наверное, видела себя между Нью-Йорком и Майами постоянно. Так что, кто его знает, может, мы сюда вернемся. Ну, по крайней мере, на месяц-два зимой. Или нет? Посмотрим. Это, кстати, мой третий влог за эти последние полгода из Майами. Мне вот очень интересно, особенно те ребята, кто меня давно смотрят, вам вообще как? Влоги из Майами и блоги из Нью-Йорка. То есть, какие вообще вам по атмосфере нравятся больше? Кажется ли, что Майами такой, он как бы скучный? Какие вообще впечатления? Позвелитесь, мне будет очень интересно. Мой завтрак рыбный. Так. Майами бич, Майами бич. Мы доехали до Сауздэш. Майами бич, Майами бич. Субтитры сделал DimaTorzok